Всем привет! Меня зовут Вера Белоярская. Это одна из заключительных лекций нашего курса. И сегодня мы с вами будем говорить про основу продуктового анализа. Кто я? Я вам рассказывать не буду. Чем я занимаюсь в данный момент? Я продукт аналитической системы MyTracker. Именно поэтому эту лекцию и рассказываю я. Так, не забываем, пожалуйста, отметиться на портале. О чем мы с вами сегодня будем говорить? Естественно, наша лекция, она про основы продуктовой аналитики. Поэтому я расскажу вам для начала о том, какие продуктовые и маркетинговые метрики у нас в принципе есть, на что вы можете смотреть. Дальше мы немножечко затронем тему того, как выбрать самые основные, самые главные метрики для отслеживания. Эти самые метрики полярной звезды в этом плане. Немного затронем тему сегментирования, потому что любой продукт и аналитик с сегментами аудитории работает постоянно в течение всей своей рабочей практики. И также затронем тему того, как оценить лояльность ваших пользователей к вашему продукту. Периодически в процессе моего рассказа я постараюсь вам транслировать, какие есть проблемы в данный момент в той или иной сфере, с теми или иными метриками в существующем рынке продуктовой аналитики, которые еще нужно решить. Двигаемся дальше. Итак, естественно, мы начнем с того, что любой продукт должен приносить прибыль, ну практически любой. А для того, чтобы он приносил прибыль, он должен быть здоров. И вот ответить на вопрос, здоров ли ваш продукт, в первую очередь помогает продуктовая аналитика. И при этом у вас есть несколько методов, способов понять, что в продукте все хорошо. Они у вас сейчас на экране. Итак, самый первый метод, способ – это ваша интуиция. Этот метод чаще всего используют ребята, разработчики, которые в одного-двух пилят продукт, какое-то приложение или сайт. Соответственно, они разрываются, они и маркетологи, они и продукты, они и аналитики. У них нет времени копаться в цифрах, да и нет времени настраивать аналитические системы. Они видят, что вроде приложение не падает, вроде какая-то аудитория есть, все нормально. То есть интуиция все равно основывается в том, что ребята подглядывают в метрики. Но, как правило, это там один-две метрики, и подглядывают они туда раз в пару недель. Следующий способ понять, что в продукте все хорошо – это как раз-таки выстроить продуктовую аналитику, создать себе дашборд, понять, какие метрики должны быть на этом дашборде и регулярно их отслеживать. Самый классный способ. И, соответственно, если вы видите, что что-то идет не так, вы дальше уходите копать, а почему у меня вот это или вот эта метрика упала или резко выросла. Резко выросла, радуйтесь. Если упала, то идете копаться глубже. Какие связи есть у этой метрики? Почему так случилось? Следующий вариант понять, что в продукте все хорошо, он не исключает предыдущего, он, скорее, дополняет его. Обратная связь от пользователей в саппорт. Естественно, с всем тем, что пользователи вам пишут, вам обязательно нужно работать, это все нужно группировать, структурировать. Мы сегодня эту тему не затрагиваем. Но вы должны понимать, что это для вас очень ценный источник информации, когда у вас, например, нет времени проводить касс-девы, ваши пользователи в любом случае вам пишут. И, опять-таки, это хорошая история для того, чтобы понять, что в продукте что-то идет не так или все нормально. И последний вариант – это как раз-таки общаться с вашими пользователями, проводить глубинные исследования, оценивать лояльность. Это как раз-таки одна из последних тем нашей сегодняшней лекции, как оценить лояльность пользователей. Прежде чем мы двинемся к метрикам, мне важно вам дать понять, что в таком сегменте, как продуктовая аналитика, если мы говорим о роли продуктовый аналитик, функционал этой роли может быть очень разным в зависимости от компании. А так как вы, как продукты, будете постоянно взаимодействовать с аналитиками, то и ваш функционал тоже может отличаться вот конкретно в этой нише. Например, в какой-то компании продуктовый аналитик – это человек, который просмыслы, то есть он придумывает метрики, он доказывает продукту и команде, что нужно смотреть на вот эти самые метрики, он проверяет гипотезы, он предлагает какие-то идеи, основанные на его аналитике. И при этом он еще может сходить в базу данных или залезть в софт и все, что необходимо, настроить. Это такой самый полноценный вариант аналитика. Другой вариант, который тоже встречается в многих компаниях очень часто – аналитик – это человек, который получает конкретный запрос от продукта, то есть продукт должен, по сути, сформировать ТЗ. И дальше аналитик по вот этому готовому ТЗ пишет код, идет в базу, получает данные, которые запросил продукт и отдает их ему. То есть это такие ручки, по большому счету. И здесь всю вот эту работу со смыслами забирает на себя продукт. При этом есть еще ситуации, что какая-то компания, когда она нанимает продуктового аналитика, например, она ищет человека, который хорошо знает весь существующий инструментарий для того, чтобы просто человек-аналитик выстроил культуру аналитики в рамках вот этого продукта. Такое, как правило, случается в компаниях, где продукты, они вот совсем-совсем про бизнес. У них очень мало времени, и они, например, не работали глубоко и прицельно с тем же самым Google Analytics, с амплитудом другими софтами, которые являются обязательными. И тогда аналитику приходится там тратить какое-то время для того, чтобы в принципе интегрировать этот софт в продукт, для того, чтобы понять, какие события нужно отслеживать на регулярной основе, разметить эти события, понять, что эти события размечены правильные, данные приходят корректные. На такую работу может уйти от месяца до, мне кажется, месяцев шести, потому что это еще очень зависит от продукта, от того, в какой он категории находится. Например, если вы вдруг будете заниматься банковскими продуктами, то там все очень серьезно с точки зрения безопасности данных, и служба безопасности может не пропускать какие-то системы. Тот же самый Google Analytics, из них много вопросов, потому что они боятся, что данные могут куда-то уйти. Я уже сказала, в принципе, что понятие аналитика может включать в себя различный функционал, но и со стороны продуктов, и со стороны в целом команды и продукта могут быть два подхода работы с данными. В зависимости от того, на каком этапе развития находится продукт, и насколько большая команда, какие есть ресурсы для того, чтобы заниматься аналитикой. Итак, первый подход. Он более характерен для новых продуктов, которые вот только-только родились, у них, опять-таки, нет времени или ограниченное количество ресурсов. В чем он заключается? В том, что продукт ставит задачу на разработку, там, например, аналитика даже нет вообще, для того, чтобы разработка подготовила ему типовые отчеты, на которые он будет смотреть регулярно. Все это делается ручками чаще разработчиков, но иногда и аналитиков. А если что-то идет не так, если нужно копаться, то, опять-таки, это ТЗ, мне нужны такие-то, такие-то метрики, потому что с такой-то метрикой что-то не так, и нужно разобраться, почему не так. Пишется код, и уже через итерацию, после того, как все данные получены, продакт начинает разбираться, что пошло не так в этой ситуации. Такой подход, опять-таки, хорош, когда у вас действительно новый продукт, потому что вы не тратите вот это большое количество времени на то, чтобы начать работать с каким-то аналитическим софтом, уже существующим на рынке. Но при этом, если у вас часто возникают проблемы, когда что-то идет не так, когда какая-то метрика резко упала, когда вы видите, что продукт не здоров, в таком подходе будет промедление достаточно большое, которое может быть очень критичным для вас. И второй подход – дать пользователям, продуктам, аналитикам, маркетологам инструментарий для работы с данными, то есть какой-то или уже существующий рыночный софт, или написать какое-то внутреннее решение. Очень часто сейчас крупные компании пишут себе внутренние решения для аналитики, потому что рыночный софт не удовлетворяет их возможностям. Далеко не все существующие системы аналитики готовы кастомизироваться под каждого конкретного клиента. Чаще это возможно, если вы очень крупные ребята, тогда да, под вас могут что-то сделать, если вы мелкие ребята, но пользуйтесь тем, что есть, и вот тогда, ну, мелкие или средние. И тогда часть компании решает, что проще написать что-то свое, чем мучиться с таким решением. Прежде чем мы двинемся к метрикам, я перечислила на экране вопросы, на которые продукт, которые продукт будет задавать себе или задавать аналитику, на которые ему нужны ответы, как раз-таки, которые придется искать в данных. Вопросы будут абсолютно разные. От сколько денег мне приносит каждый пользователь, до вот у меня рекламная монетизация. Я хочу понять, сколько роликов я могу показывать пользователю, прежде чем он изменит свое поведение в продукте, то есть ему станет некомфортно, и он начнет меньше пользоваться моим продуктом. Вот где вот эта вот грань, точка равновесия, что я показал ему 10 роликов, он при этом не уменьшил время своего проведения в продукте. Так, ну и теперь давайте двинемся дальше. Существует достаточно много классификаций метрик. Я приведу ту... Эта классификация основана на, собственно, том, как я вижу использование метрик в рамках нашего продукта, или что я вижу по результатам своих исследований продуктов, аналитиков и маркетологов. Все метрики для простоты разделим на 4 типа. Базовые метрики активности, метрики вовлеченности, метрики производительности и метрики привлечения. На самом деле там еще стороной идут финансовые метрики, я про них тоже расскажу, но финансовые метрики можно раскидать по вот этим вот четырем категориям. И начнем мы, естественно, с базовых метрик. Базовые метрики – это все то, что касается в целом активности вашего пользователя. Это регистрация, авторизация. Думаю, не нужно объяснять, что это такое. Это DAO-MAO, Daily Active Users. Собственно, общее количество пользователей, которые взаимодействуют с продуктом каждый день. Под взаимодействием здесь чаще всего подразумевается, что пользователь просто хотя бы на секундочку попал в ваш продукт, на ваш сайт или в ваше мобильное приложение. МАО, соответственно, аналогичная метрика, но уже за месяц, то есть если пользователь хотя бы один раз за месяц, хотя бы на секундочку зашел в ваш продукт, он попадет в МАО. К базовым метрикам отнесем общее количество сессий, которые были за какой-то период времени в вашем продукте, среднюю длительность пользовательской сессии, какие страницы были просмотрены, среднюю продолжительность жизни клиента. И я сюда отнесла такой показатель, как липкость. Это отношение DAO к МАО. Естественно, все стремятся, чтобы DAO к МАО был равен 100% в идеальной картине мира. То есть пользователи каждый день заходят в ваше приложение. Это по большому счету больше метрика вовлеченности, но так как она основывается на базовых метриках, я оставляю ее здесь. Что интересного есть в базовых метриках? Почему так важно на них смотреть? Какое-то время назад я проводила исследование касательно того, какие метрики чаще всего отслеживают продукты. Не аналитики, не маркетологи, именно продукты. И результаты были достаточно интересными, потому что большинство продуктов, вне зависимости от того, какой у них опыт, джуны, медлы или хеду в продукт, говорили мне следующее. Мы смотрим на условно три метрики. DAO, МАО и ARPU. Что здесь важно? Они все считают, что вот эти метрики самые важные, самые ключевые. Но какой есть нюанс с метрикой DAO? Во-первых, до конца непонятно, что считать активностью. Потому что у каждого продукта может быть свое понимание активности. Здесь, наверное, такой достаточно хороший пример можно привести. Когда-то очень давно Facebook анонсировал, что их DAO составил один миллиард пользователей. Это была, конечно, такая очень яркая новость. Но суть крылась в том, что они считали пользователем и на основе чего они понимали, что пользователь активен. Так вот, в тот момент у Facebook была очень большая партнерская сеть. Ну, то есть вы заходите на какой-то журнал, газету, несут в какой-то другой продукт, на какой-то абсолютно левый интернет-ресурс. Там есть какая-то статья или есть какая-то музыка, и внизу обязательно в конце страницы стоит фейсбуковский лайк. И вот если пользователь, который вообще фейсбуком не пользуется, но он кликнул на этот лайк, Facebook в тот момент относил его к активным пользователям. Сейчас, естественно, уже ситуация изменилась, и они скорректировали это понимание активности, они смотрят сейчас на пользователей непосредственно своего продукта фейсбук или пользователей мессенджера. Но тогда это было так. И, соответственно, тут мы понимаем, что да, у метрика такая, и в принципе все метрики активности, ей достаточно легко можно манипулировать именно вот это вот за счет игры с понятием активности. здесь еще такой, наверное, достаточно занятный пример из моей практики будет. Например, у вас есть продукт, в нем есть автопродление подписки, и часть ваших продуктов будет считать, что если пользователь в продукт не заходил, но у него случилось автопродление, его нужно отнести к активным, потому что на основе этой активности дальше пересчитываются другие метрики, например, отток пользователей, который жутко важный тоже. А часть продуктов может считать, и считает действительно, что такое автопродление к активности относить нельзя, и их не нужно учитывать ни в дау, ни в мау. Тут опять-таки все зависит от того, какое вы коллективное решение примите в продукте, и как вы решите действовать дальше, потому что это действительно будет аффектить всю вашу последующую аналитику, и все выводы, которые вы будете делать. Второй нюанс, который есть с дау, я не фиксирую его на слайде, но просто, чтобы вы понимали, да, вот такая метрика, если вы будете смотреть на нее, падает она или растет, вы не можете ничего сделать, кроме того, что идете копать, а почему она выросла, или почему она упала. то есть каких-то конкретных действий прямо сейчас на основе этой конкретной метрики вы принять не можете. Так, с базовыми метриками мы разобрались, двигаемся дальше, и переходим к самым интересным метрикам, метрики вовлеченности. Здесь я отдельно помечаю две метрики, это retention и rolling retention. Они, на мой взгляд, очень важные, потому что вам придется ими пользоваться очень-очень часто, и при этом пользователи продукта, аналитики, особенно в начале, очень путают эти две метрики. Что они из себя представляют? Классический retention, retention определенного дня, retention второго дня, показывает, какой процент пользователей вернулись в продукт по там прошествии какого-то периода времени. Например, если у вас retention второго дня равен 50%, это значит, что 50% пользователей, которые пришли там в день ноль, вернулись в приложение на второй день. Что такое rolling retention? Это доля новых пользователей, которые вернулись в продукт по прошествии определенного периода времени или позднее. То есть, rolling retention второго дня это люди, которые вернулись в приложение на второй день или позднее. То есть, если он равен 50%, то 50% пользователей вернулись на второй, на третий, на четвертый, через 90 дней не суть. В чем нюанс rolling retention? В том, что он может меняться по прошествии времени. В принципе, retention, метрика наиболее универсальная, но иногда, когда мы говорим про продукты, в которых активность случается не каждую неделю, а там раз в месяц, раз в несколько месяцев, и такие тоже бывают, вот тут, да, имеет смысл посмотреть именно на метрику rolling retention. При этом есть нюанс, который делает метрику rolling retention более такой удобной для использования. В части аналитических систем есть возможность ограничить вот этот верхний период и посчитать rolling retention, например, со 2 по 90 дней, для того, чтобы четко понять, сколько пользователей у вас в этот период времени возвращается. Я чуть дальше вернусь еще раз к этим метрикам, проговорим, какие у них есть бенчмарки, но пока в целом мы говорим про метрики вовлеченности, поэтому следующая метрика вовлеченности это отток пользователей. Что такое отток? Это пользователи, которые были активны, заметьте, понятие активности сразу здесь всплывает тоже, оно везде важно, которые были активны в какой-то период времени, но не активны вот сейчас. Отток может быть пользователей, отток подписчиков, отток какой-то категории пользователей конкретного сегмента, не суть. Метрика очень-очень важная, на нее обязательно нужно смотреть, и понятное дело, что здесь вы не сможете как-то очень быстро улучшить показатели вашего оттока, тут опять-таки нужно копаться, что пошло не так, почему пользователи начали уходить, но самое главное, чтобы отток не превышал приток новых пользователей. Лояльные пользователи это абсолютно кастомный показатель, хотя в некоторых системах он есть по умолчанию, это собственно метрика, которую вы формируете сами, вы сами решаете, что такое лояльный пользователь, то есть в какой-то системе это может быть пользователь, пользователь, который два часа в день тратит на взаимодействие с вашим приложением, а в каком-то продукте это может быть пользователь, который заходит в продукт три раза в неделю. Понятие лояльности очень субъективно. Собственно, вы формируете, что такое лояльный пользователь, и дальше уже отслеживаете вот этих вот ваших лояльных пользователей, это вот по сути ядро вашей аудитории. И самое такое важное и частое, потому что на самом деле вся существующая аналитика в большинстве своем это аналитика кастомных событий, целевых действий, важные метрики вовлеченности это вот эти вот самые целевые действия и кастомные события. Целевые действия это термин гугла, кастомные события, это, например, термин мейтрекера. Что это такое? Внутри вашего продукта есть большое количество элементов, с которыми пользователь может провзаимодействовать. И, собственно, когда вы начинаете работать с какой-то системой, вам нужно разметить все эти элементы для того, чтобы их отслеживать. Например, если мы говорим про музыкальный сервис, то старт прослушивания музыки, окончание прослушивания музыки, общее количество действий нельзя, клик на какую-то страничку, достижение определенного уровня, если мы говорим про игру, все это будет считаться кастомными событиями, и на основе того, сколько кастомных событий совершает какой-то пользователь или группа пользователей, вы понимаете, насколько плотно они сидят на вашем продукте, потому что по большому счету вы можете простроить прямо вороночку по кастомным событиям, и понять, что вот эти кастомные события пользователь совершил, он молодец, он на старте воронки, их там столько-то человек на старте воронки, а вот там кастомные события, которые предполагают, что пользователь уже час провел в вашем приложении, они в конце вашей воронки, и там пользователей меньше. Но, собственно, это такой самый-самый-самый ключевой элемент аналитики, потому что по большому счету сейчас все новые пользователи, которые появляются в вашем приложении, дальше отслеживаются на предмет того, какие кастомные события они в дальнейшем совершают в вашем продукте. Так, ну и теперь это вот основные метрики увлеченности. естественно, их можно придумать больше, можно придумать свои кастомные метрики на основе вот этих кастомных событий и целевых действий, которые вы сами создали, но это мы сейчас опустим. Вернемся к ретеншину и роллинг-ретеншину. Самые часто используемые метрики аналитиками и продуктами и маркетологами. И здесь какие есть вопросы. вопросы. Вот вы видите, что у вас там, не знаю, 50% пользователей возвращаются в какой-то день. И тут не очень понятно, хорошо это или плохо. Вы молодец или вам нужно срочно принимать какие-то действия для того, чтобы улучшить этот показатель. начнем с того, что вот средний график ретеншина и роллинг-ретеншина выглядит следующим образом. Один из бывших руководителей Гугла в свое время создал аналитический стартап и на основе данных, которые были в Google Play по всему огромному количеству приложений он провел аналитику того, какой ретеншин у каких приложений и роллинг-ретеншин. И на самом деле выводы там были очень интересные, что в среднем в течение трех дней после того, как пользователь, после того, как группа пользователей пришла в ваш продукт, вы потеряете примерно 77-75% этих пользователей. То есть отток у вас будет 75%. В течение 90 дней вы потеряете 90% ваших пользователей, которые пришли там в какой-то конкретный день X, например, 1 января. Что это говорит? О чем? Какие выводы мы можем сделать из этого? Естественно, выводы. Вам очень важен анбординг, вам очень важно в первые 3-7 дней максимально взаимодействовать с вашими новыми пользователями, показать им, насколько ваш продукт хорош, прекрасен, что им нужно пользоваться для того, чтобы удержать их. Ну и еще немного выводов из этого исследования. Ребята как раз-таки категоризировали приложение с точки зрения того, что вот есть лидеры, которые занимают самую большую базу, у которой есть самая прекрасная аудитория, у которой больше всего трафика, больше всего скачиваний. И естественно, если говорить про 10 лучших приложений, то там показатели ретеншена глаже, мягче. И соответственно там в первый день после того, как пришли пользователи, возвращается 75%, на 90 день у вас все еще возвращается 50%. То есть лучшие приложения в любом случае через 3 месяца теряют половину своей аудитории и это нормально. Это ваши бенчмарки. Худшие приложения через 3 месяца у них остается только 8-9-10% от изначальной аудитории. В среднем статистика на самом деле печальная и удручающая. В первый день возвращается 30%, а через 90 дней вообще несколько процентов аудиторий. Но вы можете на нее смотреть в тот момент, когда вы будете сами изучать эту метрику в вашем продукте и думать, насколько ваши данные хороши или плохи. Опять-таки, retention и rolling retention, как и все остальные метрики, очень-очень зависит зависит от того, что у вас за продукт, в какой он категории, это финтех продукт, это лайфстайл продукт, это развлекательный продукт, потому что бенчмарки будут отличаться и здесь единственная рекомендация или смотреть какие-то отраслевые отчеты или ходить в тусовку продуктов-аналитиков для того, чтобы узнавать, а как у них, какие у них бенчмарки. но мой посыл в том, что какие-то большие потери, это на самом деле нормально. Так, давайте двигаться дальше. Просто для примера еще раз. Совершение целевых действий, кастомных событий, метрики, которые жутко важны сейчас для всех продуктов-аналитиков. Вот очередной раз на экране есть примеры, что для игр это может быть например, достижение уровня, просмотр какой-то подсказки, ну, собственно, любое действие на сайте, кроме практически просмотров страниц, потому что это дефолтные метрики в большинстве аналитических систем, количество просмотров страниц, что за страницы просмотрены, а вот там клик на какую-то метрику, взаимодействие с каким-то интерфейсом на вашем сайте, это все уже является кастомным событием, за которым вам нужно следить. Еще один пример кастомной метрики продукта, это, собственно, те метрики, которые вы можете придумать сами и отслеживать, начать сами, то есть это не целевые какие-то действия, потому что их просто так не разметить, а это те метрики, которые вы можете решить, что я хочу вот эту метрику видеть, поставить значеналитику или разработчику или самому написать код, если вы это можете, и сформировать эту метрику, отслеживать на регулярной основе. Например, это средняя глубина просмотра рекомендованного контента, в MyTracker, например, это количество успешно построенных отчетов, в каком-то видеосервисе это время просмотра видеоконтента на пользователя. Таких метрик большое множество, здесь все зависит от вашей глубины понимания продукта, его целей и того, каким образом вы к этим целям можете прийти. Дальше. Специфический набор метрик, который смотрят далеко не все, но при этом он тоже важный, если вы делаете интернет-сервис. Это метрики производительности вашего продукта. Опять-таки вы их можете считать на основе собственных данных, собственных логов, или эти метрики могут быть уже по дефолту даны в какой-то аналитической системе. Что это за метрики? Это, например, это все эти метрики, которые показывают, что ваш продукт, ваш сайт, ваше мобильное приложение работало в нормальном базовом стандартном режиме, не было никаких проблем у пользователей, с работой в вашем приложении. Например, для нас это среднее время построения отчета. Если в аналитической системе отчет строится за 3 секунды, то я понимаю, что все хорошо. Если он строился, например, 5 минут, есть какая-то проблема, нужно разбираться. Среднее время загрузки страницы для какого-то оффлайнового сервиса, например, для сервиса доставки, это может быть среднее время доставки заказа, количество падений приложения мобильного. Тут опять-таки ваша фантазия, ваше понимание того, что вам необходимо отслеживать, как понимать, что ваш продукт здоров. Финансовые метрики. Финансовые метрики я изначально в какую-то категорию не относила, но нам важно их поговорить, потому что, во-первых, как я и говорила, на них, если ваш продукт про доход, про монетизацию, то вы обязательно будете смотреть на финансовые метрики, и по большому счету это самые базовые метрики, которые вам и нужно отсматривать, потому что, как мы помним, все продукты функционируют ради прибыли. Что здесь важно смотреть? Самая часто используемая метрика, опять-таки, наравне с Дау-Мау, это ARPU, это средний доход на вашего пользователя. Если уходить чуть конкретнее, у вас могут быть пользователи, которые подписались, и пользователи, которые пользуются фри-версией, если вы предоставляете им такую возможность, и как раз-таки здесь вы можете чуть детальнее посмотреть на метрику ARPU, для того, чтобы понять средний доход на платящего пользователя. LTV, Lifetime Value, это суммарный доход с пользователя за все время его жизни. Метрика крайне важная, иногда даже больше, чем ARPU, потому что на ее основе вы будете считать юнит-экономику. В рамках сегодняшней лекции мы это не проходим, но присмотритесь к метрике LTV, пожалуйста, повнимательнее. С ней есть множество интересных нюансов, потому что считать ее можно по-разному, прогнозировать ее можно по-разному, соответственно, да, любыми метриками можно манипулировать, если вы понимаете, для чего это нужно делать, хотя это и не очень хорошо, но в любом случае. Дальше. Регулярная месячная выручка, доход, общее количество денег, заработанных продуктом, это, естественно, тоже ваша базовая аудитория, базовая метрика, вы будете смотреть на нее в каких-то разбивках, например, доход с такой-то категории за вот этот вот месяц. ДПУ, МПУ, платящие пользователи, Daily Paid User, опять-таки, дневные платящие пользователи, недельные, месячные, все это тоже вам важно для того, чтобы понимать, насколько в продукте все хорошо, но если вот финализировать то, на что вы смотрите, то базово все продукты смотрят на ARPU и смотрят на LTV и доход. LTV самая такая важная метрика, потому что она используется, еще раз повторюсь, в юнит-экономике. Маркетинг. Здесь, на самом деле, опять-таки, очень-очень-очень большое количество метрик и большое количество нюансов, которые нужно знать, но так как сегодня мы говорим про основы, то базово какие маркетинговые метрики вам необходимо знать. Речь, маркетинг, это опять-таки про привлечение аудитории про ваши рекламные компании. Речь – это охват пользователей, которые провзаимодействовали, например, с вашим рекламным сообщением. То есть, вы потратили на рекламу 5 миллионов рублей и ее хотя бы раз увидело 10 миллионов человек. Вот 10 миллионов человек – это ваш охват. Frequency – это чистота показа рекламных объявлений каждому конкретному пользователю. есть отдельные бенчмарки по тому, какая должна быть чистота показа рекламных объявлений в зависимости от цели вашей рекламной компании, в зависимости от того, насколько продукт ваш давно существует. Ну, то есть, например, для того, чтобы рассказать пользователю о новом продукте, нужно проконтактировать с ним не менее восьми раз за вот пару недель. Это я утрирую. Опять-таки, вы должны понимать, что контакт не в рамках какого-то одного носителя, это может быть и наружка рекламы на улицах, и в интернете реклама, и реклама на телеке. Все эти контакты суммируются, и вот итоговый показатель чистота показывает вам, сколько все-таки раз пользователь проконтактировал с вашим сообщением, а дальше вы сами еще можете помимо бенчмарков посмотреть, что вот эти вот пользователи проконтактировали с вашим сообщением, они вам сказали об этом, например, понять, откуда пришел пользователь, откуда пришел пользователь, можно разными путями, но самый базовый это история про то, что вы у него прям спросили, и вот вы поняли, что он видел там рекламу там-там-там-там, он пришел и купил. На основе этого вы сделали вывод о том, что ваш бенчмарк, например, вот такой, это пример максимально утрированный, простой к жизни отношения, конечно, имеющий мало, но для простоты представим, что так. Как? Это стоимость привлечения клиента, опять-таки, важная метрика, потому что, собственно, LTV и как? Это две метрики, на основе которых рассчитывается юнит экономика. CR – конверсия кликов по объявлению восстановки, ну, естественно, есть метрики кликов, показов вашего рекламного объявления. CTR – конверсия показов рекламы в клике по объявлению. Есть еще такая метрика очень важная, то есть вот рич, охват, частота, клики, показы – это вот совсем базовые метрики, которые вам нужно, понимаете, которые вы будете видеть в любом маркетинговом отчете. Там тоже есть куда копаться, потому что вот вам сказали, что 10 миллионов человек увидело ваше сообщение, 5 миллионов кликнуло, на сайт пришло 2 миллиона. И хорошо, это плохо, оставим потом. Есть еще много нюансов, например, того, вот, сказали, что 10 миллионов увидела, а увидела как? Если у вас, например, видеоролик, есть очень много нюансов в рекламном рынке, например, как раз-таки очень много связано с понятием видимости. Есть отраслевые стандарты, которые говорят, что видимость рекламного баннера или рекламного сообщения, сообщение считается видимым, если, например, не менее 50%, если мне сейчас не изменяет память, рекламного сообщения было вот в зоне видимости пользователя не менее двух секунд. Ну вот, и представьте, вы баннер показываете пять секунд, если это видеоролик, то там все 20-30 секунд, а видимостью считается вот такая вот мелочь. Естественно, это все тоже влияет на качество вашей рекламы, на ваш последующий результат. Придет этот пользователь ваш продукт или нет, сделает ли он в дальнейшем целевое действие какой-то в вашем продукте или не сделает. За этим всем тоже нужно следить, но опять-таки маркетинговые метрики – это практически отдельный курс по тому, как вам понять, оценить эффективность рекламы. Здесь точно так же есть метрики денежные, CPM, стоимость за тысячу показов, то есть за рекламу вы же тоже платите, модели оплаты там существует достаточно много, модель за тысячу показов, модель с оплатой за какое-то целевое действие, именно поэтому целевые действия в том числе так важны, модель за инсталл, модель за клик. Здесь все зависит от того, как вы договоритесь с рекламным агентством или на какой основе вы решите размещать рекламу. На основе всех вот этих метрик дальше вы будете понимать и строить метрику окупаемости вашего рекламного размещения роли. Если посмотреть на стандартную маркетинговую воронку, то есть немножечко приземлим вот все эти метрики к тем отчетам, которые вы будете строить, то, собственно, у вас в начале воронки идет просмотр рекламы, дальше клик на объявление, переход на сайт, совершение ключевого действия и последующая активность на сайте. И это все эти метрики, которые отслеживает любой маркетолог на обязательной основе, плюс здесь обязательно есть метрики фрода, потому что далеко не все клики и просмотры рекламы могут быть настоящими, это тоже отдельная тема для разговора на пару часов, плюс сюда же можно сразу относить все предиктивные метрики, потому что вот вы привели аудиторию, вы хотите понять, насколько хороший ваш рекламный канал. И соответственно определенные предиктивные модели позволяют вам спрогнозировать, что, например, по когорте пользователей, которая была привлечена вот этим вот партнером ваш LTV задам. LTV за год, LTV за 90 дней будет такой-то. И вы понимаете, понятное дело, что это в любом случае прогноз, но в зависимости от того, насколько хороши ваши доцентисты, он может быть достаточно достоверным, или насколько хорош софт, где вы на этот прогноз смотрите. Этим цифрам можно верить с определенной погрешностью, и дальше вы делаете вывод, вот этот канал я продолжаю использовать, вот эту площадку на ней я продолжаю показывать рекламу, или я понимаю, что вот эти пользователи, они у меня, скорее всего, не очень хороши, пойду-ка я попробую разместиться в рамках другой площадки. Так, давайте двигаться дальше. Сейчас очень такой кратко, буквально на две минуты, на одну минуту. Система аналитики существует большое множество, общий, как я перечисляю на слайде, амплитуд, наверное, самый такой важный и знаменитый и софт номер один для всех аналитиков продактов в мире. Это софт продуктовой аналитики. Google Analytics, куда же без него, и продуктовая аналитика, и маркетинг, все живут в нем. Матома, очень интересный конкурент Google Analytics, хорош тем, что у него есть, он премис, например, решение. Я вначале рассказывала, что вот, допустим, вы работаете в какой-то сфере, где есть большой риск и страх того, что могут какие-то данные потеряться или куда-то утечь. В Google Analytics нет таких функций, которые позволяют это предотвратить, а в Матома, например, есть. И, соответственно, его, там, ваша служба безопасности может пропустить с большей вероятностью, но, опять-таки, все зависит от вашего конкретного кейса. Если мы говорим про мобильные системы аналитики, то, естественно, тут AppsFlyer, Adjust, MyTracker, систем на самом деле тоже очень много. Опять-таки, отдельно выделю визуализацию и работу с данными, потому что сейчас все любят построить даже борты, и тут Power BI, Tableau, то, чем пользуются, мне кажется, большинство, ну, процентов 70-75 на рынке точно. Из нюансов я вам говорила в самом начале, что есть два подхода к аналитике, и когда даже там, несмотря на то, что вы насоздаёте себе Dashboard, если вы, условно говоря, решаете делать какое-то внутреннее аналитическое решение или, в принципе, у вас нет времени на то, чтобы подключать какой-то софт, и вы напрямую работаете с базами данных, или у вас есть софт, но там нет кучи метрик, которые вам нужны, какие-то суперкастомные, вам их приходится создавать вручную и вытаскивать вручную. Будет очень хорошо, это не прямо критично, конечно, но будет очень хорошо, если вы будете владеть соответствующим инструментарием SQL, R, ну, Excel, понятное дело, это уже даже скорее настолько база, что её обсуждать нельзя. SQL для того, чтобы написать код и вытащить ручками из базы данных какую-то метрику, если вдруг ваш аналитик в отпуске, или у вас, в принципе, его нет. Очень-очень-очень классная штука. SPSS и R, это системы, которые пришли к нам из социологии, опять-таки, очень полезны для того, чтобы выявить какие-то закономерности, там тот же самый кластерный анализ построить, чтобы сегментировать в итоге вашу аудиторию. В общем, в чём суть этого слайда и в чём суть моего повествования? На это вам стоит обратить очень пристальное и важное внимание, если сейчас таким инструментарием вы не владеете, потому что, опять-таки, всё зависит от компании, но в каких-то классных, крутых компаниях это не то, что желательно, это прямо обязательно, чтобы вы хотя бы минимально могли какой-то код написать, и если вот в экстренной ситуации у вас никого под руками нет, сами получить эти данные. И завершая эту часть, немножечко проговорю о том, ещё раз повторю, какие проблемы существуют сейчас у аналитиков. Во-первых, как я говорила в самом начале, аналитику нужно обязательно разметить кастомные события, целевые действия, которые он будет отслеживать регулярно. И тут есть очень много вопросов с тем, кто и как сейчас размечает вот эти целевые действия. Здесь мы сейчас не будем на этом останавливаться, я просто обозначу это как проблему. С разметкой в данный момент на рынке есть много сложностей, и перед тем, как вы приступите к тому, чтобы размечать конкретные целевые действия, кастомные события, вам по-хорошему нужно сесть и прописать прям заранее в Excel-ке, составить огроменный список, что я хочу такие-то действия, я хочу по ним какие-то параметры понимать, потому что в будущем, если вы не сядете и не продумаете, а как-то наугад всё это разметите и потом будете до размечать постоянно, вам это выйдет боком, потому что будут постоянно происходить какие-то кейсы, когда вот это вот событие вы так разметили, а там не хватает каких-то таких данных, а вот это вот событие включает чуть-чуть данных из того события, непонятно, что брать. В общем, относитесь к этому внимательно. Второй фундаментальный достаточно вопрос, что вообще считать пользователем, то есть это просто заход какого-то девайса на сайт или это заход какого-то зарегистрированного пользователя, ну, потому что пользователя можно определить сразу после того, как он зарегистрировался вот со своим имейлом, например. Отдельная тема и такой самый большой челлендж для рынка, как прийти к пониманию физического пользователя, особенно с учетом того, что сейчас на рынке идет достаточно масштабная большая история, что вот эти вот пользовательские данные, это очень очень-очень-очень ценная и privacy информация, и просто так их получать нельзя. Все то, что делает Google, все то, что делает Apple, как раз-таки направлено на то, чтобы вот всякие рекламные системы не понимали, где тут реальный пользователь, не могли получить их какие-то имейлы, то, что они делают сейчас. В общем, в будущем, в течение двух-трех лет, конечно, здесь будет очень много всего интересного происходить и непонятно. Тот вопрос, который мы с вами проговаривали, что считать активностью, вам нужно заранее прописать то, что вы считаете активностью, согласовать это со всеми членами вашей команды для того, чтобы дальше это не всплывало и не мешало вам в работе. И опять-таки, что считать появлением нового пользователя, здесь есть связка со вторым вопросом, что считать пользователем, вот пользователь зарегался, и тогда мы его считаем новым, или он только вошел на сайт, еще не зарегался, но в этот момент мы уже должны считать его новым пользователем и поставить там соответствующие флажочки, что все, он у нас появился, неважно, зарегался он или нет. Почему это важные фундаментальные вопросы? Потому что, по большому счету, это основа всей вашей аналитики, и то, как вы для себя решить, как поступать с этими проблемами, с этими вопросами, будет аффектить всю вашу дальнейшую деятельность, потому что вы будете приходить и защищать какие-то свои идеи, показывать цифры, говорить, что вот у меня столько новых пользователей, там была такая-то активность, и каждый раз вас могут спросить, а что такое, почему именно такая активность, почему именно так вы поняли, что столько-то новых пользователей. На все эти вопросы вам нужно иметь ответы. Итак, с метриками мы закончили, с проблемами мы закончили. Что у нас получается? Метрик у вас очень много, и особенно, когда вы начинаете только какой-то делать свой продукт, или вы начинающий продукт, у вас могут разбегаться глаза от всего того многообразия, за которым вам нужно следить. И есть такая очень хорошая концепция метрика полярной звезды. Появилась достаточно давно, смотреть, мне кажется, на нее в российском рынке начали максимум лет 5 назад. О чем это? Собственно, метрика полярной звезды это показатель, который компания использует в качестве ориентира для своего роста. Суть в чем, что если в вашем продукте все хорошо, если вы правильно попали в боль пользователя, то, естественно, ваш продукт должен приносить прибыль, и у вас должен быть достаточно хороший рост, метрика полярной звезды призвана в первую очередь отражать ту ценность, которую ваш продукт дает вашим пользователям. Здесь есть пара примеров, что для Spotify, например, это общее время, затраченное на прослушивание, а для Airbnb это количество забронированных ночей, для того, чтобы понять, собственно, какая метрика будет для вас ключевой. Вам нужно понимать, что, во-первых, метрика северной звезды полярной должна отражать ценность для ваших клиентов, она, естественно, должна быть измеримой и должна вести к увеличению прибыли. Что здесь важно? Что доход, естественно, первая мысль, что может быть это доход, нет, доход это плохая метрика, плохой выбор, потому что все-таки доход это цена, которую платят ваши клиенты, но далеко не всегда эта история про ценность, которую несет ваш продукт. Почему эта метрика хороша? Во-первых, вы определяете одну, две, три, ну, то есть, их может быть несколько на самом деле метрики, и дальше на основе их уже строите свою долгосрочную стратегию, там, я хочу, чтобы мое количество забронированных ночей или среднее время прослушивания музыки было не менее трех часов через три года или сохранялось в таком-то объеме на протяжении определенного периода жизни, и вы раскручиваете, значит, для этого мне нужно, чтобы такие-то, такие-то метрики, дальше декомпозиция идет обычная, были таким, такими-то, или росли так-то, 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 и уже детализирует каждые конкретные задачи, каждые конкретные фичи, и вы при этом понимаете, что вот эта фича, вот эта вот маленькая какая-то кнопочка, небольшое изменение, оно таким-то образом влияет на дальше мою, вот на эту вот ключевую мою метрику, то есть ваша команда очень четко видит, что надо делать и почему вопросов не возникает, почему вот эта фича, а не вот эта, потому что вы обосновали, что она вот так-то оказывает влияние на вашу ключевую метрику, во-первых, вся команда видит прогресс и этот прогресс опять-таки в числах, и вы видите очень четко и понятные результаты по вашей проделанной работе, как я говорила, что здесь важно понимать, что нет, у продукта может быть несколько метрик полярной звезды, это нормально, но в любом случае их может быть там 5-10, а 1, 2, 3, это окей. И это метрики для вашего в первую очередь долгосрочного планирования. Иногда по большому счету в определенных ситуациях эта метрика может полностью совпадать с теми KPI, если мы говорим про какую-то большую корпорацию, продукт в рамках корпорации, то собственно ток-менеджмент поставит вам KPI, вы договоритесь с ним, что считать KPI, и очень часто именно вот эти вот метрики полярной звезды являются вашими KPI, то есть тут все просто. Вам сказали, вот такой KPI должен вырасти так-то, так-то, и собственно вы дальше декомпозируете, раскручиваете эту историю и формируете список фичей, которые вас к этому результату приведут. Просто для примера, в интернете на самом деле полно примеров того, для каких продуктов, что является вот этой вот ключевой метрикой, но где-то опять-таки это общее время прослушивания, где-то это общая активность юзеров, где-то опять-таки здесь важный вопрос, что да, метрики могут быть абсолютно любые, но это может быть обычный мал, а может быть мал какой-то сложный, потому что там под активностью понимается, например, не просто заход в продукт, а заход и совершение какого-то целевого действия, и мал устроится именно на основе пользователей, которые совершили какое-то целевое действие или там провели не менее пяти минут в вашем продукте, то есть здесь эта история абсолютно на ваше усмотрение, на то, как вы с командой поработаете и поймете, что мы верим, что именно это является моей ключевой метрикой, мы будем дальше это отслеживать. И мы плавно переходим к следующим двум темам и совместила их в такой блок, как методы продуктовой аналитики, здесь мы с вами поговорим немножечко про сегментацию и про оценку лояльности пользователей к вашему продукту. Сегментация, как я говорила, это то, с чем продукты, аналитики, маркетологи работают постоянно, потому что по большому счету это что? Это разделение аудитории на часть по какому-то критерию. Почему? Потому что ваша аудитория неоднородна, она отличается по своей мотивации, по целям использования вашего продукта, по паттернам использования вашего продукта. И там очень часто в маркетинге вы можете слышать, что там персонализация наше все, точно так же, как и в продуктовом развитии последние пять лет идет также тренд на персонализацию, то есть пользователю показывается в первую очередь то, что ему ближе всего. И здесь есть две грани. Первая грань, когда вы реально пытаетесь максимально подстроиться под каждого конкретного пользователя, но это такая история за гранью фантастики, потому что все равно вы можете под каждого делать свое совсем уникальное сообщение, например, если мы говорим про рекламу, вы все равно каким-то образом классифицируете, сегментируете своих пользователей, у вас там 10 миллионов, но сегментируете вы их на 100 разных аудиторных сегментов, на 1000, но в любом случае каждой группе вы будете показывать какой-то свой баннер. Именно поэтому вам нужно понимать по какому основанию вам нужно сегментировать всю вашу аудиторную базу. И в конечном счете вы получите более эффективное маркетинговое продвижение и улучшите показатели взаимодействия пользователей с вашим продуктом. Вариантов сегментирования на самом деле большое множество. Здесь база по социально-демографическим признакам мужчин и женщины, где живут Москва, Лондон, Питер и так далее. По степени лояльности к продукту опять-таки тоже вы можете сегментировать показывать им и писать например разный текст в зависимости от того насколько лояльны и нелояльны пользователи. По портрету пользователя естественно в принципе по целям пользователя по паттернам поведения внутри продукта вы также можете сегментировать. RFM-анализ чуть дальше как раз-таки мы про него проговорим потому что это такой самый популярный метод сегментации в маркетинге и в продукте. По дате появления пользователя в продукте это как раз тот самый когортный анализ я о нем не буду рассказывать о нем есть очень много всего и в принципе он достаточно очевидный. И куча всевозможных способов сегментации поговорим сегодня про RFM-анализ о чем это и почему его так любят. Его любят и в рекламных агентствах его обожают маркетологи и естественно продуктам он тоже помогает. это анализ который позволяет сегментировать клиентов по пользователям по трем основаниям по тому как часто они у вас что-то покупают или там сколько времени прошло с тех пор как клиент что-то у вас купил в последний раз и по стоимости покупок который делает каждый конкретный клиент. Таким образом вы можете всех своих клиентов например взять всю статистику выделить вот эти три основания давность частота и доход например сказать что в рамках каждого основания я выделяю четыре ранга три ранга пять рангов это все на ваше усмотрение остается насколько детально вы хотите внутри по каждому основанию побить вашу базу клиентскую и например вы фиксируете что вот с точки зрения давности ранг один это те которые покупали неделю назад ранг четыре это те которые покупали год назад два года назад с точки зрения частоты ранг один которые покупают пять раз в месяц ну естественно вам для этого перед этим нужно провести какой-то внутренний анализ для того чтобы понять какой там какая средняя частота какая максимальная какая минимальная то же самое с точки зрения доходности ранг один это люди которые тратят я не знаю от пяти до десяти тысяч предел представим ранг два ниже ранг четыре совсем мало дальше вы каждого клиента который у вас есть я не знаю за год за два за три естественно у вас мог поменяться продукт в нем могла поменяться система ценообразования в нем могла в принципе цена очень сильно измениться за какое-то длительное время поэтому здесь лучше ограничивать каким-то реальным сроком типа года двух лет вы всю эту статистику берете каждого клиента относите вот к какому-то рангу по каждому из этих оснований и в результате у вас получается ряд сегментов которых вы уже можете выделить с которыми вы можете начать работать например лучший сегмент лучшие клиенты это люди которые и недавно совсем последнюю покупку совершили и в целом часто у вас что-то покупают и приносят много денег это ваши самые постоянные классные любимые клиенты им можно давать какие-то акции то что вы пожелаете или в принципе за них можно не волноваться если их доля достаточно высока то вы молодец дальше новые клиенты с высокими расходами это люди у которых чистота ну то есть они совершили что-то недавно они потратили много но при этом чистота у них еще небольшая потому что они новенькие то есть они например там буквально два раза что-то покупали или один раз что-то покупали за какой-то период к ним нужно естественно особенное внимание их нужно каким-то образом завлекать для того чтобы они именно чистоту взаимодействия с вашим продуктом чистоту покупок повышали и так далее по большому счету вы вот всех клиентов делите по этим категориям как-то их обзываете активные клиенты с низкими расходами ушедшие не суть после этого дальше по каждой из этих категорий вы анализируете поведенческие паттерны что они делают в продукте почему они именно такие и придумываете например какие-то персонализированные сообщения что здесь важно ну у вас же во-первых далеко не всегда продукт может быть платный в продукте может быть какая-то постоянная история с покупками поэтому вот эти вот три основания частота давность стоимость покупки стоимость покупки легко можно заменить на что-нибудь еще например на концентрацию каких-то целевых действий которые пользователь может совершить ну то есть RFM анализ вы по большому счету можете кастомизировать под себя кастомизировать под свой продукт но это действительно тот тип анализа которым пользуются практически все о котором так или иначе все знают и понимать его очень полезно так давайте двигаться дальше секундочку так мы переходим к последнему блоку оценка пользовательской лояльности как понять что в вашем продукте все действительно хорошо и сегодня здесь я расскажу вам о индексе клиентской лояльности НПС который был предложен в 2003 году в чем была суть собственно его автор проводил достаточно большое количество качественных количественных исследований вот эти вот все глубинные интервью и в какой-то момент он написал отдельный он понял что все долгие опросы можно заменить одним вопросом какова вероятность что вы порекомендуете продукт своим друзьям знакомым коллегам и предложил оценивать этот вопрос по десятибалльной шкале методика стала очень-очень-очень популярной потому что естественно почему нет если мы можем не проводить 10-20 глубинных интервью а просто задать такой вопрос и получить достаточно хороший ответ как это все рассчитывается в классическом МПС у нас есть десятибалльная шкала и соответственно люди в зависимости от того какой балл они вам ставят делятся на ваших промоутеров это те кто поставил вам девять или десять это на самом деле как раз таки ваша лояльная аудитория эти люди будут хорошо относиться они будут терпимо относиться к багам если что-то пойдет не так они переживут ошибки в вашем сервисе они будут активно рекомендовать ваш сервис каким-то своим знакомым и они будут активно тестить все ваши обновления если пользователь ответил 7-8 это ваши пассивные пользователи они ни в плюс ни в минус не идут пользуются и пользуются тут очень важно понимать что если их процент большой они могут как в ту сторону так и в другую перейти то есть они могут быть вашими промоутерами если вы поработаете с ними достаточно хорошо но они могут уйти в категорию детракторов потому что вот чего-то им в вашем продукте не хватило и все остальные те кто отвечает выбирают от 0 до 6 это по большому счету пользователи которые вашим продуктом не удовлетворены им чего-то в нем не хватает они пользуются потому что все-таки какую-то ценность вы закрываете но на самом деле вы делаете это не очень удобно и если было что-то лучше они бы ушли от вас соответственно как вычисляется NPS процент промоутеров минус процент детракторов вы получаете свою реальную оценку того какой у вас уровень лояльности вашей пользовательской базы NPS NPS варьируется от минус 100 до 100 если у вас нулевой показатель ну соответственно я не говорю о том что минус это плохо потому что минус это плохо если у вас нулевой показатель то это уже ничего но хорошим считается NPS от 50 и выше есть разные градации кто-то считает что там 70 это уже это вот прекрасно кто-то говорит что 50 кто-то говорит что 30 вы уже молодцы я оставлю этот слайдик здесь и дам его вам для того чтобы вы еще раз вот на цифрах пересчитали и поняли как его можно простроить у NPS при этом есть аргументы против его использования которые заключаются в следующем для того чтобы вы понимали целиком картинку вопрос задается из будущего порекомендовали ли вы нас вашим друзьям знакомым клиентам и аргументы против использования как раз таки заключаются в том что когда вы задаете вопрос про будущее люди как правило более позитивны это из разряда того как спросить у девушки ты планируешь сесть на диету в ближайшие 6 месяцев она скажет да конечно наверняка я буду сидеть на диете буду соблюдать все калории бегать начну плавать все буду делать а по факту она это может всего в итоге не сделать и поэтому есть альтернативные варианты того как задать этот вопрос например тот же самый нетфликс какое-то время спрашивал рекомендовали то есть не про будущее спрашивал а про прошлое рекомендовали ли вы нас в течение там последних 4 недель 3-5 вашим знакомым коллегам youtube уменьшает шкалу потому что кому-то не нравится что шкала 10-бальная кто-то оставляет 5 баллов кто-то 6 здесь можно поиграться можно поизучать чуть подробнее в целом вот самая классическая версия NPS в любом случае уже будет для вас хорошим ориентиром в том чтобы понять насколько ваши пользователи лояльны к вашему продукту очень важно здесь такой нюанс что NPS не оценивает реальное качество продукта он показывает вам эмоциональный окрас настроение пользователей по отношению к вашему продукту у вас может быть прекрасный функционал но допустим не самый удобный интерфейс или что-то может быть скрыто спрятано и пользователи просто этого не видят именно поэтому они оценивают NPS вот так вот низко поэтому очень часто после этого вопроса 99% случаев на самом деле они очень часто задают следующий вопрос а прокомментируйте пожалуйста вашу оценку для того чтобы как раз таки понять детальнее почему пользователь поставил там вам 3 6 7 чего ему не хватает комментарии тоже понятное дело субъективные но чаще всего пользователи говорят о том что наиболее остро болит да здесь опять-таки прописала вам несколько вариантов того как можно альтернативно задавать NPS думали ли вы за последние 6 недель об отмене подписки насколько вы удовлетворены компанией если у вас будет такая возможность вы можете попробовать разные версии и посмотреть насколько там вы точно точно не попадаете опять-таки сравнивать NPS можно с вашими данными по использованию с опросами глубинными интервью для того чтобы понять где вот та самая лучшая методика которую в дальнейшем стоит использовать итак наша лекция подошла к концу что мы сегодня узнали мы проговорили с вами о том в принципе какие есть метрики за которыми вы можете следить проговорили какие проблемы есть в текущей продуктовой аналитике которая еще предстоит решить немножечко затронули тему того как выбрать ключевую метрику за которой вы будете следить и проговорили несколько вариантов того как вы можете сегментировать аудиторию и как оценить лояльность к вашему продукту если у вас будут какие-то вопросы вы можете написать мне в чат вы можете написать в чат можете написать мне в личку не забудьте естественно оставить отзыв и я прикладываю список литературы небольшой для того чтобы вы детальнее покопались погрузились в тему опять-таки здесь есть исходная старте про НПС и здесь есть несколько очень интересных каналов телеграмм про продуктовую аналитику почитав которые у вас глубина ваших знаний улучшится и в целом видение того что и как происходит в этой нише станет лучше так спасибо большое что вы были с нами со мной я надеюсь что вам понравилось и соответственно до следующей лекции 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 Продолжение следует...